Мы считаем, что наступает исключительно ответственный, по многому переходный, а точнее переломный год. Мы исходим из оценки главных событий 2018 года и тех проблем, которые реально существуют. Или мы ответим на эти вызовы в текущем году, или все обещания президента, которые даны в его послании, будут провалены. Мы считаем главным событием уходящего года были президентские выборы, самым перспективным заданием войти в пятерку ведущих государств мира. И полагали, что партия власти все сделает для того, чтобы реализовывать эту идею. Но, к сожалению, бюджет, который несла Единая Россия и правительство в Государственную Думу, оказался абсолютно беспомощным. Результаты 2018 года в ВВП максимум 1,5%. Для того, чтобы выполнять национальные проекты президента, надо иметь темпы выше примерно в три раза. Если эти темпы сохранятся в текущем году, то мы не только не войдем в пятерку, мы пропустим впереди себя, которые наступают нам на пятки, Южную Корею, Австралию и, возможно, Индонезию. Тогда будет не только провал, будет и политический дефолт. В этой связи наша команда подготовила программу «10 шагов достойной жизни». Под эту программу отработаны 12 законов, подготовлен бюджет развития в размере 25 триллионов, и наша команда будет работать над внедрением этих законов не только в практику комитетов Государственной Думы и правительства, но и наших местных региональных организаций. Мы считаем, что пример в реализации установок президента показывает целый ряд регионов, и прежде всего народные и коллективные предприятия. Они в прошедшем году оказались самые эффективные и самые социально обеспеченные. На первом месте совхоз имени Ленина, несмотря на преследование Грудинина, на ту травлю и судебный произвол, который там творится, коллектив показал блестящие результаты и продолжает уверенно лидировать среди производственных коллективов страны. Впервые в практике политической и административной наш руководитель Левченко подготовил программу развития своей крупнейшей области на ближайшие пять лет. Он идет в тех темпах, которые требует президент, область вошла в десятку самых финансово-энергично развивающихся, область, которая решает и социальные проблемы, область, которая с соседями, прежде всего Китайской Народной Республикой, заключила целый ряд перспективных соглашений, которые уверенно успешно реализуются. Мы считаем, что Сибирское Усолье, этот коллектив, оказался первым в стране, а этот коллектив в Иркутской области, который вышел на среднюю зарплату выше 100 тысяч рублей при полном социальном пакете поддержки детей, стариков, женщин и пенсионеров. Мне представлялось, что партия власти будет активно распространять этот опыт, подготовлены фильмы, интересная практика, обобщены показатели и способы достижения таких результатов. Вместо этого в течение пяти дней перед самым Новым годом проиграли настоящую пластинку на всех основных каналах, причем поразительно, особо усердствовали в Вести 24, сумма 157 сюжетов медвежьей болезни, а эта болезнь связана с испугом партии власти, о тех результатах, которые показала Иркутская область. О том плане на пятилетку, который одобрили в стенах Государственной Думы в ходе слушаний, там были представители всех комитетов, и в Торгово-промышленной палате. Видимо, испуг оказался настолько сильным, что даже не пощадили зрителей накануне Нового года, два с половиной часа мурыжили эти сюжеты, унижая страну и разрушая ту сплоченность и единство, о которых так убедительно говорили президент накануне Нового года и Патриарх. Мы считаем это не только недостойно, сегодня будем настаивать на том, что была создана специальная комиссия и расследованы акции, связанные с информационным бандитизмом. Ничего общего нет, связанной с правдой и реальностью, но одновременно все делается для того, чтобы ни одного слова не сказать о реальных результатах и способах вывода страны из тяжелого кризиса. Самым позорным решением в ходящие года была пенсионная реформа. Она не только людоедская по сути, она оказалась и самой лживой по содержанию. Обратитесь к своим знакомым, близким пенсионерам, особенно в деревне, и вы просто ахнете. Даже той тысячи, которую без конца сулили и обещали пенсионеров, вы каждый получите минимум по тысяче, начиная с Нового года. Кому прибавили 400, кому 500, кому 700 рублей, но в деревне тысячу и не пахнет. И здесь оказалась главенствующая ложь, мерзости и подлости. С точки зрения международной, на мой взгляд, основным событием был слом международных отношений и безопасности, который складывался почти 50 лет. Факт произвола со стороны Трампа и американской администрации налицо. Но хочу подчеркнуть, что одним из самых неожиданных диалогов вдруг оказался диалог Америки с той же самой Северной Кореей, Корейской народной демократической республики. Он, прежде всего, связан с позицией руководства этого храброго народа и достойной республики, которая вынудена того же Трампа сесть за стол переговоров и искать решения. Начинали с угрозы войны между Северной и Южной Кореей, а закончили строительством железной дороги. Наиболее ярким и талантливым достижением всей планеты был итог реформ Дэн Сиопина, который подвела китайское руководство. За 40 лет из полунищей, бедной, разоренной страны она прорвалась в пятерку, а точнее вошла в тройку самых мощных и успешных государств. Китайцы сдали восьмое чудо света, самый длинный на планете и самый технологичный морской мост длиной 55 километров. Вместо того, чтобы показать и порадовать страну и мир такими выдающимися достижениями, тем более речь идет о нашем стратегическом партнере, о данном случае скорее союзнике. Ведь наиболее неожиданной встречей в ходе 20-ки в Бенос-Айресе была встреча Путина с Си Цзиньпинем и Моди, которые втроем, Россия, Китай и Индия, продемонстрировали волю сопротивляться произволу Трампа, Америки, натовцев и глобалистов. Заявили о том, что они будут координировать свои усилия и преодолевать тот кризис, который Америка навязывает всей планете. На мой взгляд, особое внимание заслуживает вопрос, связанный с культурно-спортивной политикой. Очень яркими мероприятиями было столетие Ленинского комсомола. Мы приняли 10 тысяч гостей, которые дружно нас поддержали по всем главным вопросам и по Донбассу, и по Крыму, и по Севастополю. Поддержали справедливую внешнюю политику России в Сирии. А в Сирии мы продемонстрировали этим обязанных гордиться. Удивительный опыт. Если американцы умерили в Милошевича, лидера Сербии, американцы повесили Саддама Хусейна и растерзали на дороге Мамара Каддафи, то наша страна, протянув братскую руку, Сирии продемонстрировала, что поддерживая руководителя, поддерживая целостность государства, эффективно борясь с террористами, можно на дальних поступках одерживать очень важные и убедительные победы. На мой взгляд, наиболее сложная обстановка складывается в информационном и правовом пространстве. Самое циничное решение было принято о наказании Владимира Бессонова. Ему паяли незаконно абсолютно три года и лишили в правах на 25 лет вперед. Я считаю, что мы все сделаем для того, чтобы восстановить справедливость. Я представил соответствующие документы и материалы президенту. Он поручил генеральному прокурору Чайки разобраться. Я уверен, что это незаконное решение будет отменено. Наиболее преступным деянием прошлого года был раскол православия. То, что бандеровцы, нацисты и Порошенко творят на Украине, не имеет аналогов истории. Мы противостояли и будем активно этому противостоять. Мы призывали и призываем признать Донецкую и Луганскую республику. Мы накануне Нового года отправили туда 76-й конвой 150 тонн. Только коломейцев из Ростовской области отправил туда 50 тысяч детских подарков. Сам выезжал в Донецк, вручали, встречали. А я здесь, в России, принял 2 тысячи детей из Донбасса, которые прошли прекрасную школу интернационализма и воспитания, оздоровление, школу патриотизма. В январе, 18 января, исполняется 350 лет знаменитой Переославской Рады. Тогда Богдан Хмельницкий протянул руку и заявил, нам не нужен союз ни с басурманами, ни с католиками. Нам нужен союз с православной Россией. И мы все сделаем, чтобы быть едины и в дружбе. Эта политика нами поддерживалась и будет продолжена. 18-19 января в Ростове пройдет огромный фестиваль, в котором примут участие коллектив из Донбасса, Северного Кавказа, из Москвы, где мы еще раз продемонстрируем нашу политику дружбы и солидарности. Мы считаем, что все надо сделать для того, чтобы действительно выйти на мировые темпы, преодолеть кризис и трудности. Для этого надо услышать призыв президента и патриарха к солидарности, сплоченности, сплоченности в действиях, поиску общего дела. А общим делом было и остается для нас благополучие граждан, сильная, обеспеченная, устойчивая страна, прекрасная наука и образование и развитая культура. Наша программа, которую мы предложим в Думе и сегодня на первом заседании, прежде всего отвечает этим установкам. Еще раз вас поздравляем с Новым годом и Рождеством. Желаем всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин